Шарапы. 7 утра. В доме холодно всего 10 градусов. Виктор Николаевич первым делом спешно топит котел. В казалось бы простом деле важно быть предельно осторожным. С огнем шутки плохи. Как говорится, на чужих ошибках учатся. Этому и последовал наш герой Виктор. У нас раньше стояла печь. По внимательности соседей загорелся дом у них. Перекинулся на наш дом. Мы с супругой посоветовались и поставили котел. Главное, что безопасно, тепло и уютно. Однако не все понимают, насколько важно быть внимательным при топке котла или же печке. Всего одна ошибка может решить не только крыши над головой, но и жизни. В Шарапах уже неоднократно горели постройки. Позади меня стоит дом. Он сгорел полностью. Сейчас здесь никто не живет. Причина возгорания проста. Несоблюдение мер пожарной безопасности. Возгорание происходит всегда в самый неожиданный момент. Основная причина – человеческая безалаберность. Именно она стоит за брошенным окурком, неправильно устроенным дымоходом или неисправной проводкой. Представьте, оранжевые языки пламени, которые оставят после себя лишь один пепел. Любое промедление может стоить жизни, ведь на счету каждая секунда. Их работа очень опасна и не прощает ошибок. Пожарные в первую очередь рискуют собственной жизнью и здоровьем ради спасения других людей. Это ответственные и волевые люди, которые отличаются своей решительностью. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить и отремонтировать. Ремонт и кладку печей нужно доверять только профессионалам, имеющим специальные знания и лицензию на осуществление данной деятельности. В местах, где сгораемые конструкции примыкают к печам и трубам дымохода, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. Помните, что от соблюдения этих, казалось бы, простых требований пожарной безопасности зависит не только ваша жизнь, но и тех, кто вас окружает. Берегите себя и будьте осторожны с огнем. Карина Волошина, Степан Некрасов, Новости, Версникамья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова